Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире передача «Народный интерес». Ведущая Татьяна Федяева, звукорежиссёр Александр Радин. Сегодня у нас в студии Лев Александрович Фёдоров, президент Союза за химическую безопасность. Здравствуйте, Лев Александрович. Доброе утро, наверное. День уже. Для всех денежных продуктов на всей нашей территории России. Лев Александрович, сегодня День знаний, и поэтому давайте поделимся нашими с вами, с нашими радиослушателями. Ну, известно, что познание умножает скорбь, так, да? И мне кажется, что наши с вами сегодня разговоры наверняка многих заставят задуматься. Ну, то, что вы называете великое знание, много печали. Да, да, есть такой перевод. Так вот, совсем недавно, ну, не так давно, были опубликованы данные Федеральной службы государственной статистики в рамках проекта «Россия в цифрах-2011». И были названы промышленные города, которые в 2010 году произвели на 100 тысяч тонн больше загрязняющих веществ, чем в предыдущем году, в 2009. Среди самых неблагополучных в экологическом плане первое место с большим отрывом занимает город Норильск. А дальше, вот их 10 городов, и хотелось бы сегодня о них поговорить и о том, что вообще делается и можно ли сделать. Итак, самые, к сожалению, увы, живут наши соотечественники, там самые грязные города. Десятое место в этой позорной десятке занимает город Челябинск. Дальше, следующий город, ну, Челябинск, топливная энергетика, коксохим, электродная промышленность, металлургические заводы. Дальше, Уфа, Красноярск, Омск, Ангарск. Далее, Магнитогорск, где господин Рашников миллиардер, да? Четвертое место, Липецк, где господин Лисин, миллиардер, недавно купил самое большое, самое лучшее поместье в Великобритании. Следующее, третье место, Новокузнецк, ну, тоже, прямо скажем, интересный город. На втором месте, Череповец, где господин Мордашов, да, Северсталь. И на первом, опять же, с большим отрывом, город Норильск, где господин Потанин, тоже все миллиардеры. Прокомментируем, Лев Александрович? Ну, давайте, с чего, с Новокузнецка до сих? Давайте начнем, нет, давайте уж начнем с Челябинска и Магнитогорска. Ну, это... Магнитогорск, это город... Металлургов? ...сталинской эпохи, там металлургическая промышленность начинала, и они никогда ничего не ставили, никаких очистных сооружений. И до сих пор успешно не ставят их. Так что, ну, просто наследуем ту эпоху. Вот, Лев Александрович, вы понимаете, когда мы наследовали 30 лет, 40 лет назад, была иллюзия, что вот это наследство, да, нам здесь сегодня жить плохо, но то, что зарабатывается, возможно, оно пойдет в этот общий котел, и, может быть, где-то мои дети, внуки получат. А сейчас никаких иллюзий? Ну, вы произносите слово «зарабатывается». Кем зарабатывается? Ну, будем считать, что тогда была... Тогда была бюрократия наша, советская бюрократия, но она ведь не владела имуществом страны, она им управляла. Управляла. А сейчас часть из той бюрократии перешла в другую категорию, она владеет этим самым имуществом, и я даже не понимаю, вернее, они не понимают, зачем им тратиться на очистные сооружения, если у них все в порядке, лично. Ну, вот я вам назвал Новокузнецк. Иду я по Новокузнецку. Вонни Сусветная. Это алюминиевый завод. Это Дерипаска? Да, у него 14 алюминиевых заводов, вот 11. То есть уже миллиардер. Да. Так вот, ну, поскольку я там был с визитом, то я был в составе какой-то группы, и водит, нас позовут главный инженер. Водит, показывает, показывает, я спрашиваю, слушайте, сколько стоит переоборудовать ваше все это хозяйство, чтобы не воняло? Он говорит, полбиллиарда долларов. Ну, и я посчитал, что в растопыренные карманы этих граждан, ну, сколько там граждан, немножко природнодзор, потребнодзор, технодзор, ну, может быть, еще пожарникам немножечко в эти карманы положить, и не надо тратить мало миллиарда долларов на переоборудование. Они не переоборудовали. Ну, нет у нас, мы, конечно, устроили рынок, мы раздали собственность шустрым ребятам, которые сейчас олигархами себя называют, вот, но ответственности перед гражданами у нас с их стороны нет. С их стороны нет. Нет. Просто в принципе нет. Ну, вот что делать? Я всегда задаю один и тот же вопрос. Понятно, что жить так дальше нельзя. Ну, смертность зашкаливает. Вот мы с вами сейчас перед эфиром разговаривали, вы говорите, вот буквально сегодня получили новую информацию, но она, нисколько она не новая на самом деле, что рождаемость в этих регионах значительно ниже, смертность выше, ну, то есть идет депопуляция. Идет депопуляция. Ну, попросту говоря, вымирание. Уж давайте переведем язык родных осин. Раз вы назвали Дерипаску, значит, у него 14 алюминиевых заводов, которые стране не нужны. Вот давайте сразу договоримся, что они стране не нужны. Страна обходится без алюминия, потому что промышленности почти нет. Нет. Нет? Нет. В этом-то все дело, что технический прогресс за последние полвека выстроился так, что все алюминиевые заводы, ради которых мы напрягались, ушли в прошлое. Самолеты теперь постепенно перешли на «Титан». А вот сейчас был авиасалон какой-то. Макс. Макс. Стоит гигантский самолет. И вот корреспондент бает нам. О, да там половина деталей из «Титана», да-да-да. И этот «Титан» поставляют русские. Значит, мы, всю титановую промышленность, она стала главной после алюминиева. Алюминиевая ушла в отстой. Так. Вот. А дальше, между делом, ну, титановые детали делают русские, а вообще-то половина веса этого самолета – это стеклопластик. Перевожу на русский язык. Что и «Титан» уходит в прошлое, мы переходим на пластик. Так. Стало быть, когда вы залили, у нас же станции-то электростанции ведь не горные, это там, ну, рек горная в ущелье, а у нас равнины, значит, вы заливаете равнину там, сям, везде. Все залили, сделали, электричество получили, сделали алюминиевые заводы, и все это ни к чему. Вот что плохо. Что у нас началось... Нет, подождите, подождите, ни к чему. Ну, Дерипанский-то хорошо, Милингардер? Нет, Дерипанский прекрасный. Я рад за эту Дерипаску. Ну, вообще-то говоря, вот, заболеваемость и смертность в городах, где стоят заводы алюминиевые, принадлежащие Дерипаске, такая, что лучше, что самое... Не знать. Не знать для спокойствия. Так плохо дело. Значит, и тут дело, вы ведь сейчас хотите сказать, что вот, ах, этот бизнес хычный? Нет, нет, вот как раз нет. А я вам сразу скажу, что это два, что начальство у нас как было дерьмовое, так и осталось дерьмовым, потому что они могли бы заставить эту самую Дерипаску поставить очистные сооружения. Вот, хорошо, что надо сделать, чтобы это начальство заставить, сделать такие мероприятия? Ну, я же не политик. Если бы я немцов был, я бы вам тут лекцию прочёл. Я не немцов, я эколог. Поэтому мне грустно от всего этого. А что делать, я не знаю. Просто не знаю. Я знаю, что у нас, ну, как бы это помягче сказать, вся техническая сторона дела, в общем, в разрушенном состоянии. Ну, вот скажем, если бы за день до того, как Саяно-Шушенская ГЭС рухнула, кто-то вам бы сказал, что вот завтра рухнет Саяно-Шушенская ГЭС. Вы бы поверили в это? Ну, вы знаете что, я бы поверила. Я бы поверила. 99,9 населения никогда бы не поверили. Мы верили в надёжность вот тех советских сооружений. Вы знаете что? Нет. Давно уже известно, что ресурс многих вырабатывается. Даже сегодня те, кто стоит у руля, говорят, ух, какое нам плохое наследство досталось с советских времён. Ребята, где они, те советские времена уже? Нет, 20 лет прошло. Уже 20 лет прошло. У меня во дворе, я уже давно вижу только людей, родившихся за последние 20 лет. И более того, вы видите людей, родившихся не в том дворе, в котором вы живёте. Да. Далеко, за тысячи километров от этого двора. Но тут, в общем, сочетание безответственности бизнеса, крупного бизнеса, вот того, олигархического, ну, который сомкнулся с властью. Олигарх – это смыкание бизнеса и власти. Потому что или бизнес, или власть. А олигархи, они как раз сомкнулись. И, кстати, не стесняется никто произносить это слово? Нет, не стесняются. Даже с гордостью. Но и власть-то у нас не венец творения. Вот где беда-то. Вы поймите, за последние 10 лет что произошло? Путин, когда пришёл к власти, он отменил экологию. Отменил. За ненадобностью. За ненадобностью. У него экологическое ведомство стало называться Министерством природных ресурсов. Раньше оно Министерство геологии называлось. Это одно и то же. Вот. И находится в том же здании. Вот. А несколько лет назад, наконец, им пришлось слово «геология» присобачить название. Почему? Ну, потому что уже хуже некуда. Я вам приведу пример. Раз вы Норильск вот... Укомянула, да. Укомянули Норильск. Норильск – это действительно самое мерзопакостное место в стране. Значит, ну, там 14 или 15 элементов... Таблицы? Нет. Всего там 50 с хвостиком в рудах. А 14 или 15 элементов, они добываются и имеют смысл. Ну, назову... Промышленное производство. Платина, палладий, например, да, на которых держится многое что. Вот. Ну, они загубили всю тайгу на десятки километров. Это тогда, при советской власти. В конце советской власти, ну, поняли, что уже дальше некуда, да. Ну, а деньги все-таки были, решили, да давайте мы трубу поднимем, выше некуда. И они подняли трубу, ой-ой-ой. Ну, чтобы типа не на город сыпалось, а чуть подальше, да? Все-таки пожалеют. Нет, нет, нет. Это хитрость. Это игра с метеорологией. Ну, вот, скажем, когда вот у японцев там вот фукусима случилась, какой-то величественный МЧС, ведь стоит на берегу там Тихого океана и говорит, ну, ничего страшного, все ветры на 500 метров над нами дуют от нас в сторону Японии. Ему в голову не пришло, что все ветра на 3000 метров над нами дуют из Японии, из фукусимы прямо на них, на Приморский край. Ну, такая метеорология. Мы этого не знаем, а те, кто строили трубу, это знали. И они гнали отходы вот этого выброса на лицского никеля, они попадали прямо в тот слой, который дует через Северный полюс на Америку и Канаду и Америку. Это дети с приветом. Те волновались, а наши их кидали. А сейчас все-таки другое время, и вот в этих 2000-х годах, ну, что у нас перестает, это, перечего-то. Тройка, стрелка. Вот что-то с ними у нас, вот, перезагрузка. Перезагрузка. Вот. И они решили, давайте мы обрежем кусок трубы. Пусть на своих падает. На Америку не надо. И началось снова на своих. Слушайте, потрясающе. Слушайте, что за годы туда заявился Путин и уже наорал на них, вы, сволочь, когда-нибудь заткнете свои трубы, они до сих пор не могут потратиться на очные сооружения. Это называется, бей своих, чтобы чужие боялись. Вот. 13-процентная плоская шкала. Все деньги у него, у этого чертова миллиардера. Он, кстати, был членом общественной палатки у нас, драгоценный Потанин. Чем меня сильно повеселил. Да, да, да. Заботник наш. И они не находят денег, чтобы заткнуть очистные сооружения, вот, ну, трубы с очистными сооружениями. Ну, это стыдуха. Понимаете, это обсуждать бессмысленно. На рациональном уровне обсуждать бессмысленно. Я думаю, что Потанин не слушает наши передачи. Да, меня мало интересует. Но власть, извините, извините, власть, которая должна, а, потребовать, принять нормативные акты, там потребовать с Росприроднадзора, с Росттехнадзора и так далее, и так далее. Извините, ребята, за что вы получаете деньги? За то, что травите народ? Кстати, вы знаете, я вот говорила с норильчанами, они все очень любят свой город. С одной стороны, там строились бассейны какие-то, где какие-то, ну, создавались очень хорошие условия. А с другой стороны, сверху посыпалось всем этим. Да? Ну, сейчас... А сейчас, наверное, уже нет. Нет, сейчас все эти фирмы, они зарегистрированы, ну, в лучшем случае, на Баганских островах. В этом же все дело-то. Ведь вы перечислили там вот, там, Череповец, там, Липецк. Что, Мордашов и Лисин, они зарегистрированы в своих городах? Да если бы их налоги шли в их город, там бы давно людей выселили из-под трубы. За счет городского бюджета. Вот, вот, видите, вот мы как раз приходим опять к власти, извините, если предприятие находится на этой территории, причем здесь Баганские острова, извините, причем здесь офшоры. Ну, что вы машете? А я вам хочу сказать, что это сознательная политика власти нашей страны. Значит, Америка позволила 10% промышленности в офшорах регистрироваться, не больше, а у нас 30%. И самые вот эти ребята, самые жирные куски именно там? Все там, все там. Поэтому как, ну как можно Череповец спасти, если этот самый Мордашов не... Он вовсе не Череповецкий. Не Череповецкий. Дорогие радиослушатели, мы работаем в прямом эфире. Это передача «Народный интерес», ведущая Татьяна Федяева, звукорежиссер Александр Радин. Сегодня у нас в студии работает доктор технических наук. Химических? Химических. Ну, я думаю, что вы и к технике также причастны. Так, доктор химических наук, президент Союза за химическую безопасность Лев Александрович Федоров. Вы можете нам звонить. Телефон 629-0873, код Москвы 495. А кто захочет написать письмо, пожалуйста, 125-009, Москва, абонентский ящик 10. Передача «Народный интерес». Ну вот, Лев Александрович, а насколько... Ну, мы немножко о Норильске сказали, хотя я думаю, вы о нем можете, как о Кын, говорить долго-долго. А хотелось бы поговорить еще о других городах и опять же о возможности... Ну, вы уже сказали, что вы не политик, а эколог. Вот о возможности экологам что-то сделать. Но прежде чем мы это продолжим, примем звонок. Пожалуйста, говорите, мы вас слушаем. Добрый день. Здравствуйте. Татьяна Александровна Лева Александрович, великое вам спасибо за сегодняшнюю передачу. Это Людмила Николаевна из Краснодара. На таких людях, как вы, земля русская держится. Спасибо, Людмила Николаевна. Вы знаете, я вот хочу вам сказать, что я прочитала в газете, что сейчас где-то по данным независимых экспертов до 70-80% предприятий и компаний, территориально расположенных в России, на самом деле принадлежат различным иностранным структурам. Вот, допустим, две кипрские компании. Им принадлежит свыше 80% акций Магнитогорского металлургического комбината. Арзамасский машиностроительный завод, некогда гордость национальной России, точно так же принадлежит фирме. Она владеет, этот завод, это наша оборонка, тоже иностранной фирме. И иностранная фирма расположена на британских Виргинских островах. Ну, кто же будет заботиться об экологии в России? Не иностранцы же будут заботиться о нашем народе. И вот хочу сказать, что недавно, это, ну, не так давно, 16 декабря прошлого года, во время очередной беседы главы правительства Владимира Владимировича Путина, ему передали записку, неужели вам не стыдно перед нами? И Путин ответил, нет, не стыдно. А отсюда нужно делать вывод, что если нашей власти не стыдно за то, что у нас умирают по миллиону в год, за то, что у нас 5 миллионов детей беспризорных, а отсюда 10 миллионов людей, которые бросили этих детей, это 5 миллионов мам и 5 миллионов пап. Ну, о чем можно говорить? Понятно. Дальше уже пошла политика. Спасибо, Людмила Николаевна. Мы все-таки вернемся к экологии. Мы с Татьяной Степанной, Степанной, вот... И с Львом Александровичем. Это все прекрасно понимаем. Но я хотел бы вам уточнить. Когда в 95-м году произошла раздача нашей промышленности родным и знакомым, иностранцев там не было. Залоговых аукционов было 264 штуки. И вся собственность была раздана своим, ну, которые ошивались возле высоких кабинетов. И Потанин как раз и получил тогда Норильск. Ну, просто так вот взял и получил. Вот оказался рядом. Рядом. В нужное время, в нужном месте. А то, что они зафиксировали свою собственность в иностранных фирмах, на всяких там кипрских, багамских, это не значит, что нашей страной управляют иностранцы. Нашей страной управляют наши родные, драгоценные наши, ненаглядные... Дерипалские, Потанины. Потанины, Мордашовы, да-да. Мордашовы, Лисины, и цитера, и цитера, что называется. Вот-вот. Если бы у нас власть хотела, она бы давно навела порядок. Если бы хотела. Я вам приведу пример. Мы все родились и до сих пор живем в предположении, что предприятия вредные, вот у нас их вредных насчитывается 11,5 тысяч. Что они должны выбрасывать в окружающую среду вредные вещества не выше, чем предельно допустимые концентрации. Это был термин такой. То есть, главным считалось состояние окружающей среды. Если ты выбрасываешь не выше, то выбрасывай, а если выше, ой-ой-ой. Так вот, а у нас нынешний министр... Трутнев. Трутнев. Миллиардер. Не миллионер. Он... Ну, долларовый. Богатенький такой, буратинка. Ну, он самый богатый из чиновников. Самый богатый из правительства. Из правительства, да. Даже богаче Путина. Да, да. Из объявленных, я имею в виду. Из объявленных, да. Ну, так вот, этот самый богатенький наш министр, который за экологию у нас ведает, да, он сказал, а зачем мы будем оценивать окружающую среду? Мы никогда не достигнем... Чистоты. Чистоты, потому что нам придется выбросы сократить 10 раз. Понятно. И тогда он придумал новый фокус. А давайте мы сделаем другой способ оценки. Наилучшие технологии. И создадим план, переход на наилучшие технологии. И все, и вся страна, не торопясь, к 3000 году, глядишь, и перейдет. 11,5 тысяч предприятий на другие технологии перевести. Это угугое занятие. Вот такой у нас министр. Ну, заботливый тоже. Почему он заботится об олигархах? Объясните мне. Потому что он никогда в жизни о нас с вами не думал. Я не уверен, что он знает, что мы с вами существуем на свете. Да я думаю, что... Я уверена, что не знает. У нас звонок. Пожалуйста, говорите. И скажите, откуда вы? Откуда вы? Здравствуйте. Здравствуйте. Я из Орла. Слушаю вас. Я Владислав Матвеев. Лев Александрович, у меня такой вопрос. Пластик, который в огромных количествах накопился на планете, он как-то будет утилизироваться? Есть химические технологии его уничтожения? Это первый вопрос. А второй, насколько сильные позиции занимает экологическая партия на политической карте нашей страны? И почему люди не голосуют за представителей экологической партии? Хотя это, мне кажется, самое главное сейчас. Спасибо, Владислав. Очень интересный вопрос. Значит, начну с конца. Экологической партии у нас просто нет. Поэтому не заблуждайтесь. Есть партия Яблоко. Это политическая партия. Куда экологи несколько лет назад вошли и образовали фракцию. И в этом смысле мне партия Яблоко ближе. Потому что там хоть экологический кусочек есть в голове с Яблоком. Есть Яблоков, Алексей Владимирович. Теперь первая часть. Первый вопрос. Пластик. Пластик. Значит, пластик, естественно, когда его создавали, никому в голову не приходило думать о его последующей утилизации. А сейчас дела действительно плохие. Ну, на Западе кто-то изобрел уже пластик биоразлагаемый, который там в течение года или там, может быть, и длиннее на свалках разлагается. А так пластик, конечно, летает по планете, по морям, океанам. Говорят, акулы бедные глотают, и им плохо от этого становится. Вот. Но, если честно, то перспективы я пока не вижу хорошей. Значит, вот только что, ну, не знаю, год или два назад начал работать новый, современный, европейский, весь из себя завод по производству пластика для бутылок пивных. Это город Солнечногорск. Это под Москвой. Под Москвой. Город Солнечногорск. Построили. Вроде бы технология самая, что ни на есть, современная, по нашему министру, да? А воняет. Все равно воняет. Вот воняет мы переживем. Нет. Вонь-то вредная. Нет, 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 нет. Это значит, что они поставили технологию современную, да? Под руководством там всяких, трутневых. А очистных они не поставили. А чтоб дешевле было, да? Ну, конечно. А очистные это 40% цены всего предприятия. Наш слушатель задал вопрос другой. Куда девать этот пластик? Не знаю куда. Ну, вот вы как химик, что бы предложили? Ну, его кроме как на помойку девать некуда. Но из него вообще ничего нельзя сделать? Нет. Переработать? На Западе, вот если вы живете на Западе, у вас во дворе стоит одно, одна, один бак. На нем написано бумага, на втором написано металл. Это не только на Западе. Я вот была в Китае, и там везде стоят уже эти баки. Эко, эко разволновалось. Китай она была. Ну, и что? А ничего. Теперь уже вы говорите на Западе и на Востоке. У меня во дворе бака с надписью «Пластик нету». А раз нету, я вынужден бросать пластик в общую кучу. Вот где беда-то. Так это к Лужкову, Юрию Михайловичу, надо? Ну, Лужкова уже нет. А, нет. Ну, теперь к нынешнему. Это вопрос организации жизни. А так, если бы пластик собрать отдельно, его можно было бы переработать. Потому что в том самом Солочногорске, рядом с новым предприятием, построили другое предприятие. Тоже тайком и тоже без честных сооружений. По переработке старого пластика. Угу. Ну, значит, все-таки построили. Конечно. Так опять нужно организацию жизни, чтобы этот вопрос решить. Чтобы начальство с мозгами было. Ой. Ну, где же его взять-то? Где мозги взять? Лев Александрович, ну вот почему гражданское общество в других странах может подействовать на свое начальство, на свою власть? И так принимает какие-то решения. Я не говорю, что они прям золотые такие, хорошие. Почему мы-то не можем это сделать? Вот вы входите в это экологическое... Давайте не будем... Без иллюзий, да? Без иллюзий. Нет у нас гражданского общества. А всякие наши с вами вопли... А я вопли излагаю в виде писем. Я письма писал в Кремль много. Писатель. Писатель я, значит. Ельц написал 19 писем. Значит, Путин написал 19 писем. Это у вас заметное число 19. Да, а Путин на 19 месте, я написал последнее письмо, я написал вам 19 писем, все они были отправлены туда тем, на кого я жалуюсь. Поэтому, извините, больше я вам писать не буду. Он легко извинил вас. Да. Значит, нынешнему написал письмо. Так и так, в Москве закопано химическое оружие в гигантских количествах. Назвал адрес. Документы все привел, все. Это Кузьминский. Кузьминский лесопарк. И что вы думаете? Они скинули это в прокуратуру. Прокуратура скинула в Московскую городскую прокуратуру. Городская, естественно, в районную Кузьминскую прокуратуру. Ага, в муниципалитет. Да. Разбирайтесь теперь. Кузьминская прокуратура выслушала меня. Ага. Она сначала, когда меня слушала, она говорит, ну документов у вас нет. И в этот момент я вынул ей все документы. И доказал, что все так оно и есть. И что не просто так, а муниципалитет. И только я вышел из их здания, они перекинули это письмо наше, мое, в соседнюю, Люблинскую прокуратуру. То она не знала, что с этим делать и переслала письмо к экологическому ведомству Лужкова. Ага. А в письме у меня было написано, если не возражаете, я бы предложил прокуратуре Лужкова Юрия Михайловича к уголовной ответственности за то, что он не хочет очистить Москву от химического оружия. Лужков, давайте, не будем. Нет, ну вот они по футболе... Давайте, ну вот сейчас на месте Лужкова другой человек. У вас есть желание еще 19 писем написать? Нет, я писать не собираюсь. Почему? А я в ихнюю думу московскую, городскую, послал все это. Ни ответа, ни привета. А там есть кто-то, кто занимается экологией в Дуле, кстати? А, нет, Лужковского начальника экологического выкинули тут же, назначили другого, но я не заметил, чтобы он был лучше. В этом вся беда-то, что вы говорите о гражданском обществе, хорошо нет гражданского общества, есть энтузиасты, скажем, да? Ну смотрите, какие люди нам замечательные звонят. Правильно, но вы не забудьте, что при товарищи Путине в 2006 году был принят закон, по которому... При господине Путине. Ну, например, господине. Ну, раньше он в партии состоял, правда сейчас вышел. Ну, это не ваша партия. Коммунистическое он состоял. Ну вот, значит, в 2006 году они закон издали, по которому всякие письма, которые приходят в администрацию президента, немедленно отправляются тем, на кого жалуешься. И все, а я же получаю ответы на все свои 19 писем. И все получаете ответы из одного из них. А на них написано, что ваше письмо пересловано туда-то в соответствии с законом 2006 года. Ну и чего я буду писать, интересно? Ой, Лев Александрович, ну, тогда давайте объясним, зачем мы здесь сидим, зачем мы говорим это все? А это другой уже разговор. Вот давайте. Это же наша страна. Другой-то у нас нет страны. Вы не собираетесь никуда уезжать? Нет, не собираюсь. Я и собираюсь. Другой страны у нас нет. Это наша страна, и когда-нибудь мы их заставим нас слушать. Угу. Вот. Но одновременно обе головы заставим и бизнес, и власть. Знаете, это если они начнут умирать в корчах, сам лично какой-то из этого, может быть, тогда подумает и то скажет, а что теперь делать, если уже это? А потом дети будут жить где-нибудь за рубежом, внуки тем более. Почему? Что я буду в этой стране? Почему нет? Путин себе дачку построил на берегу Черного моря. Ну, это что, одна единственная, что ли? Нет. Ну, это ж не единственная. Зачем он ее строил тогда? Ну, можно продать в конце концов. Боже. Так. Миллиард долларов, кстати, она стоит. Да? Да. Ну, там, кстати, на юге, как с экологией, как с химической? Ну, точно так же, как везде. То есть, это надо говорить теперь о... Не, ну, пожалуйста. ...некомпетентности наших начальников? Нет, это хуже. Ну, вот, пожалуйста, вот город Туапсе. Угу. Ну, люди отдыхают, да? Черное море, ласковая волна. Да, ласковая волна. И вдруг решили построить... Терминал. Терминал, и там удобрение на суда и куда-то там отправлять. Ну, удобрение с железнодорожных вагонов на суда... Контейнеры суда, да. Это надо перекладывать, но чтобы в воздух ничего не попадало. Они решили, опять... Это тоже как химическое оружие. Конечно. Они решили, что на этом можно сэкономить. И они просто сбрасывают с железнодорожной платформы на складскую территорию, со складской территорией в открытую перекидывают на суда. И таким образом на пляже вам уже не придется. Надо ехать в Грецию. Или куда там вы? В Египет или в Тульцию? Ну, понятно. Поняли, да? Понятно. Вот была туапсе, а теперь нет у нас туапсе. Потому что бизнесмен из Еврохима... Нет, там было продолжение. Где-то весной наш нынешний президент встречался с экологами. И один из экологов сумел протыриться к нему и в руки ему вручить на эту тему. И он, нынешний президент, даже дал поручение разобраться с этим вопросом. Ну, в Грабоне видали все его поручения. Ничего не изменилось. Пока. Ой. Ну, вот и тем не менее. Поэтому я даже не стремлюсь сидеть, чтобы сунуть кому-то в руки. Уже надоело. Уже надоело. Надоело. Ну, что, все-таки какие-то варианты действий есть или нет? Ну, только время. Только время. Давайте не будем заблуждаться. Правительство отчитывалось в Англии 500 лет назад, начало отчитываться, а у нас только в прошлом году. Ну, понятно. Ну, вот только время, время, время. То есть за 500 лет на никого не останется на территории? Ну, нас, да. Нас точно. Так, у нас звонок, пожалуйста, говорите, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот посмею вам сказать вот такое. У нас в Липецке есть поговорка. К нам приезжал Путин не раз. И говорит, почему вас так мало платят металлургам? А Лисин ответил, а они не просят. Ну, как, ну, молодец Лисин. Ну, понимаете, что люди боятся, ну, вылетят с завода. Вот поэтому нет у нас общества, пальцы последние потеряются. А спросите, я хотела вот что, раз эколог, я не сначала слушаю. В общем, какой-то Абрамов или Адамов у нас был, Минатова. Адамов, Адамов. Адамов, Адамов, Адамов. И вот даже говорят, немцы стояли, не пускали, не заражали. Так вот, где эти отходы? Говорили, что они будут безопасны. Есть ли у нас такие карты? Вот в России, ну, безопасно они вряд ли безопасны, да? где можно вот жить безопасно. Вот это меня давно интересует. Пожалуйста. Спасибо. Значит, места, где нет промышленности? Ингушетия? Там ничего. Багестан? Не, не, не. Ну вот, например, вот в Горном Алтайске вы могли, там есть хорошие лесные районы. Правда, недавно ракета туда упала, но, похоже, до земли не долетела. Так что места, конечно, есть. А насчет Липецка? Вот завезли ли в Липецк радиоактивные отходы, я вам могу честно сказать, что я не знаю. Потому что я знаю, куда их завозят, но не в Липецк. Это немножко другое. В Липецке есть всякие захоронки, но скорее металлургические, чем ядерные. Ну, вот давайте не о захоронках, а о воздухе Липецка. Липецк с его 299 ой, трудно сказать, 299, 100 тонн загрязняющих веществ занимает четвертую строчку в этой десятке, о которой мы говорили. Несмотря на то, что роза ветров в Липецке расположена в сторону мытарского водохранилища, дым от труб крупнейшего в Европе новолипецкого металлургического комбината начинает снижаться к земле через несколько километров. Если же ветер дует в сторону города, запах сероводорода со шлаконакопителей легко чувствуется без анализаторов, что говорит о значительном превышении предельно допустимых концентраций ПДК. Кроме того, в городе расположены еще два крупных завода. ООО Липецкий тракторный завод и завод Свободный сокол. Вот. И все они воздух выдают. Гадят, да. Гадят, да. Да. Значит, можно было бы поставить очистные сооружения. И Лисин обязан это сделать. Но он не хочет этого делать. А начальство не хочет давить на него. Ну, наверное, начальству интересно жить именно так. Ну, местное начальство, оно с отопыренными карманами ходит, поэтому тут ничего не сделаешь. Так. А московское начальство, у него своих хлопот хватает, еще слизина собачица. Так. Ну, вот все-таки давайте ответим на вопрос. Где у нас идет закоронение? Кстати, заболеваемость в Липецке гигантская и очень специфическая. Как раз отвечающая вот этим металлургическим загрязнением. Это какая? Какие силикозы? Нет? Нет, не только. Не в этом же дело. Всякие онкологические заболевания, превышение над среднероссийскими. Очень многие заболевания. То есть мы расплачиваемся своим здоровьем за чьи-то карманы? Конечно. И чем хуже у нас здоровье, чем толще этот карман? Конечно. А вы посмотрите, почему нам по телевизору все время сейчас рассказывают. Ах, у правительства не хватает денег на... Здравоохранение. На пенсии. На пенсии. Так. Почему? Значит... Зарплаты-то. Отчисления зарплат. Ну что, почему нет? Не в этом дело. Не в этом дело. Почему никто не хочет поставить эти очистные сооружения? Наш возраст 60, сразу вырастет до 80. А денег наплатить нам на дожитие, как это называется... Вот я пенсионер, я на дожитие получил 17 лет. А дальше я буду жить за счет будто бы кого-то. Вот такие пироги. То есть начальство... То есть начальство заинтересовано в сокращении возраста дожития? Конечно. Очень заинтересовано. И поэтому они не заинтересованы, чтобы смертность понижалась. Слушайте, какие страшные вещи. Ну, все-таки возвращаемся к атомным... К этим... К атомным отходам, которые... Германия говорит, не хотим, чтобы через нашу страну везли. Не надо нам. А мы говорим, везите, везите. Ну, в Челябинской области они лежат. И не только в Челябинской области. А насчет ветра вы вот только что сказали. Думать о ветре у нас не научились. Ну, вот вы Ангарск назвали там? Плохой город Ангарск. Да. Так вот, когда строили Ангарск, строили промышленную зону Ангарска, построили так, что ветры дуют от промышленной... На город. На город. То есть никому в голову не взбрело тогда подумать о ветре. У нас, скажем, вот в Москве ветер дует с юга на север. Поэтому во второй половине советской власти, части советской власти, промышленные предприятия строили на севере. А на юге, где я жил, не строили. В этом смысл. Чтобы выдувало из севера сразу на Московский область. Понятно. Поэтому юго-восток Москвы считается наиболее благоприятным местом. Почище, да. Почище. Конечно, конечно. Вот. Почему? Потому что у нас, извините, на человека должно быть шесть деревьев, а у нас только одно дерево, однокаждого москвича. Поэтому мы пользуемся... Занимаем... Импорт. Импорт кислорода у нас из области. Все то, что начальство там не дорабатывает, оно очень часто делает сознательно. И все-таки давайте ответим на вопрос по атомным захоронениям. Ну, в Харьковской области захоронено большое количество... То есть, если наша слушательница думает, куда уехать из Липецка... Нет, только в лесной край ехать. Ну, тогда придется жить... В избушке. В избушке, да. На курьих ножках. Да, именно так. Потому что... Ну, кто же будет вами заниматься? Там, где есть асфальтовая дорога, или, может быть, чуть похуже, там и промышленные предприятия где-нибудь рядышком и так далее. Ну, вот вы сказали о Липецке. Все-таки еще. Еще у нас очень проблемный город Череповец. На втором месте в этом страшном списке Череповец с огромным количеством загрязняющих веществ в воздухе. Многолетние наблюдения за состоянием воздуха в Череповце свидетельствуют, что все районы города испытывают все абсолютно техногенную нагрузку. Ситуация усугубляется весной и осенью, когда неблагоприятные условия. В Череповце предприятия черной металлургии химического комплекса. Северсталь, Северметис, Аммофос и Череповецкий азот. Полный комплект. Выбирай. Как и химия, да. И самое главное, это Череповецкий металлургический комбинат. Значит, там дела хуже некуда. И пять лет назад какая-то женщина взяла и написала, ну, она живет в санитарной зоне. То есть, Череповецкий комплекс. Где она не должна жить? Санитарная зона, там люди жить не должны. Ну, у нас три миллиона человек в стране живут в санитарной зоне. То есть, прям под трубой. Вот она жила в санитарной зоне, пожаловала в Страсбургский суд. И пять лет назад Страсбургский суд вынес подписание, чтобы правительство этой женщине заплатило несколько тысяч евро. Правительство наше разволновалось ужасно. Сегодня ей заплатишь, а завтра пойдут все косяком. Попрутся все там косяком. И заставила Анищенков вспомнить, что он у нас санитарный врач. Анищенков вспомнил, что он санитарный врач. Начал писать, начал считать. Обнаружилось как раз вот я после этого обнаружила, что у нас три миллиона человек живут прям под трубой в санитарной зоне. Да? И начал писать бумаги. Вот что нельзя предприятие строить ближе такого-то расстояния. Вот скажем предприятие по производству пластика для вот пивных бутылок из терифталевой кислоты. У него написано, у Анищенка, нельзя ближе, чем за километр строить. Докладываю вам, что вот то предприятие, которое только что ввели в Солнечногорске, на эту тему новейшее предприятие, да? В ста метрах от людей находится. Они в километре, как Анищенка завещал. Да. Нужны согласования. Все же они прошли. Они же не могли так просто построить. Знаете, если вы оттопырите карманы, все будет в порядке. И вы все согласуете. Угу. Вот такой вопрос. Я, может быть, слишком резок, резок, да? Но без этого невозможно. Но представьте себе, Анищенка наверху произносит километр, то есть тысячи метров. Тысячи метров. А мини Анищенка подмосковного разлива, он тут же написал 100 метров. Ну так, а почему не написать на него в прокуратуру? Я, да нет, они мне жалуются, эти люди там, которые живут. Так. Вот. А прокуратура делает, а вы знаете, нас не допускают предприятия для проверки. А, сейчас же сказали, не кошмарить бизнес. Не кошмарить бизнес. Не кошмарить бизнес. И три года не лезть туда. Если вы прокурора занесли чуть-чуть, то он, естественно, не будет кошмарить. Не казино не будет кошмарить. Не будет кошмарить эти... Всего ли экология. Какая-то экология. Но ведь они сами живут где-то там поблизости. У них есть дети, у них есть внуки, возможно, будут когда-то. А может быть, никогда не будут, если они не доживут. Вот как соотносится? В этом смысле у меня был случай. Мы судились в Рязани с одним химическим предприятием, которое что-то начало строить. Судились, судились, судились до тех пор, пока судья не понял, что это его лично касается. Вот здесь живет. Ага. И он вынес в нашу пользу. Вот. Отменил экологическое заключение даже. Слушайте, замечательно. Но... Главное, чтобы судья там жил. Это еще произошло. Почему? Потому что там, в Рязани, есть такие люди, как Вера Михайловна Дронник, которая по своей пробивной способности равна двум бульдозерам и десяти тракторам. И которая будет идти... И несколько КамАЗов. И несколько КамАЗов. И вот такие люди... Знаете, я знаю, город будет, я знаю, садут свесть. Когда такие люди в стране российской есть. Лев Александрович, вы тоже такой человек, спасибо вам за это. И будем говорить дальше, что мы можем, что делаем. Хорошо, будем говорить. Дорогие радиослушатели, наша передача подошла к концу. Лев Александрович Федоров прощается с нами. До следующей встречи. Лев Александрович, большое спасибо. И спасибо всем, кто сумел нам сегодня дозвониться из разных городов России. Всего вам доброго и чистого неба, и чистого воздуха. Что еще пожелать? Ну и чистой воды, чистой земли, и чистой власти, если возможно. Спасибо.